Это цех сборки путевой техники. Все части железнодорожного транспорта, которые здесь находятся, предназначены для кубинского заказа. 68 машин планируется поставить на Кубу до 10 декабря, включительно в текущем году. В основном здесь сейчас находятся полуфабрикаты, это рамы вагонов, экипажная часть, 4 комплекта здесь, 5, 2 в соседнем цеху, кабина, ну и металл, россыпь, который мы будем поставлять. 17 машин будет собрано прямо на заводе, 51 россыпью отправят на Кубу. Вскоре на завод ожидается приезд кубинской группы рабочих в составе 14 человек. Муром тепловоз передаст иностранным гостям опыт, технологии, конструкторскую документацию и машинокомплекты. В составе приехавших будет также и этот кубинский инженер вагонно-ремонтного депо. Для заключения договора в Муром прибыла целая группа кубинских партнеров. Куба попросила в вашу сторону, то есть русским железным дорогам, изготавливать продукцию для нас, поскольку наша железная дорога уже, ну, как сказать, старая. Мы налаживали связи с этим заводом уже два года и в настоящее время почти уже записали контракты уже для изготовления тех вагонов, которые в скором времени будут на Кубу поставляться. Решение о совместном проекте со стороны Кубы принималось в течение двух месяцев. В общей сложности заказ составит 600 вагонов. Муром тепловоз работает с Кубой вот уже 40 лет, рассказывает директор завода Евгений Третьяков. Раньше поставляли дизель-локомотивы для перевозки сахарного тростника. Теперь перед заводом стоит другая задача. Этот проект начался с простого. То есть мой давнишний друг, министр экономики Кубы, написал письмо частное, где он попросил меня помочь ему приобрести бывшее в употреблении пассажирский вагон. На что он, как настоящий друг, написал в ответе. Уважаемый господин Адель, не к лицу в нашем возрасте возить бэушные вагоны за 13 тысяч километров. Давай лучше мы у тебя создадим производство. Этот проект – своеобразный трамплин к дальнейшему сотрудничеству в Южной Америке, уверен Евгений Третьяков. Поэтому он особенно нуждается в финансовой поддержке со стороны руководства нашей страны. Если поддержка государства, я могу сказать, почти никакой. Да, контракт этот идет совместным финансированием. 10% кубинская сторона и плюс 90% кубинская сторона за счет российского кредита. Вот в этом есть поддержка. А все остальное – это, извиняюсь за удержение, все на плечах муром тепловоза. Будем надеяться, что у данного контракта есть будущее. Поддержать отечественного производителя – это первоочередная задача для экономики нашей страны. Регина Рукавишникова, Александр Симонов, Новости 24 Мура.